Это то, чтобы вы притянули своим мышлением. Это вы притянули. Это значит, если вас что-то не устраивает, вы должны начать мыслить по-другому. Позитивное мышление – это новая жизнь, это новая идея, это новое вдохновление. Это значит, что каждый человек может быть успешным, если он начнет даже мыслить позитивно. Вы знаете, у меня в практике есть разные консультанты, есть разные лидеры. И я анализирую постоянно, да. Вот давайте вот так, задаем вопрос, как у тебя дела? Некоторые лидеры отвечают, у них начинается все. А ты знаешь, у меня там ребенок заболел, у меня там вот это случилось, у меня сегодня вообще погода нехорошая, там у нас ураган был, у меня света вообще нет, а другому звонишь, у меня все классно, у меня регистрация, у меня и это получается. А ты знаешь, у меня там ходишь одним словом, у меня сейчас разговаривать времени нет, давай, если что, я тебе вопросы буду задавать, да. Вот смотрите, две разные стороны. Один вопрос, у кого какое мышление, да. Можно мыслить негативно, можно мыслить позитивно. Позитивное мышление, все то, что вы просто начните мыслить, попробуйте, это тяжело. Наш сосуд, он полон негатива. Почему? Школа, садик, школа, институты, потом замужество, дети. Где-то что-то мы с вами впадаем в депрессию. А что такое депрессия? Это та энергия, которую вы не смогли реализовать. Идет застой в организме, и он дает именно вот эту депрессию. А если вы будете эту энергию поплескивать, вот тогда у вас не будет вот этого застоя. Вот замечаете, что человек позитивно мыслящий, он всегда, он красивый, он интересный, он энергичный. В его окружении всегда все то, что происходит, происходит все красивое. Даже если у него плохо на душе, он не будет об этом говорить и показывать. Я о чем говорю своим партнерам, лидерам? Я всегда говорю, дорогие мои, разве я вам свое настроение показываю? Нет, не важно, вас мое настроение не должно интересовать. Моя задача вас мотивировать и зажигать. Правильно говорю? Да. Так, что дает нам позитивное мышление? Она дает нам с вами радость, удовлетворенность. Удовлетворенность именно собой. А негативное мышление что нам дает с вами? Страх, гнев, разочарование. Правильно? Так, давайте поговорим о том, негативное, позитивное мышление, как влияет на наше здоровье. Как думаете? Давайте пару слов. Как влияет на нас позитивное мышление? Оперативность. Слайты даже не нужны. Как? Продлевает жизнь. Продлевает. И чего? Укрепляет иммунную систему. Укрепляет? Да. Да, давайте я вам расскажу одну историю. То, что я вчера вычитала, это была история действительности, то, что случилось. Молодой парнишка, ну, в возрасте, получается, 14 лет, обнаружили раковые заболевания. И родители, конечно, очень сильно расстроены. Ребенок знает, родители знают. И чтобы ребенка, любой родитель хочет спасти своего ребенка. Родители кинулись его лечить, кинулись делать разную химиотерапию. И, вы знаете, ничего не помогало. Ничего. Все только ухудшалось. И врачи говорили, нет, ничего не поможет. И родители, постоянно, будучи в поиске, не сдавались. Будучи постоянно в поиске, они нашли одного человека, который занимается с детьми, занимается с детьми и учит детей делать акцент и концентрироваться именно на позитиве. И вот этот человек, ну, они не думали, что поможет просто, чтобы ребенка отвлечь, чтобы дать ему другое мышление, направление. И этот человек, который начал заниматься с этим ребенком, он нашел то, что ему нужно, нашел подход к этому ребенку. А что сегодня детей мотивирует? Какие фильмы? Человек-паук, да? Какие-то там, какие там еще были фантастические фильмы, да, разные. И взяв вот этого героя, этот учитель начал его вдохновлять. Ребята, вы представляете, начали происходить изменения. Ребенок излечился полностью. Полностью излечился ребенок. Аплодисменты. Вы избавляетесь, вы избавляетесь от разных заболеваний. Позитивный, вообще позитив, он заразительный. К вам приходят нужные люди, позитивные, интересные, растущие, амбициозные. Позитивное мышление, оно повышает ваш энтузиазм. И вас приближает намного быстрее к цели и к успеху. И о негативной мысли, это ваш выбор. Хотите мыслить негативно? Пожалуйста. Но я думаю, что лучше мыслить позитивно. Давайте такой эксперимент приведу. Успешные, активные люди решили произвести такой эксперимент. Будем звонить успешным каждый день в одно и то же время. И звонив в одно и то же время, каждый день вопрос вот такой. О чем вы сейчас думаете? Знаете, это был опрос, наверное, на человека, я не знаю точно, сколько, 50, сколько человек участвовал. И вот эти позитивные люди в одно и то же время, они мыслили постоянно об одном, о цели, о мечтах. Как идти к своим целям, как сделать так, чтобы они задавали себе вопрос, как. Они думали постоянно о том, как прийти к своим целям, как реализовать свою мечту. Они не думали о том, что как помыть полы, как убрать там дома, да. Вот это все, когда мы с вами в приоритете ставим свои цели, мечты, мы мыслим с вами позитивно. Мы с вами добиваемся своих целей. Мы идем, нас с вами ничего не отвлекает. Действительно ведь правда. Летящая стрела, она пейзаж не наблюдает. Просто представьте, что вы стреляете из лука. Как это вы представляете, что вас отвлекает со стороны все, дождь, ветер. Вы можете сконцентрироваться. Вот кто-то может сконцентрироваться, а кто-то нет. Нужно что? Нужен фокус. Нельзя терять вот этот фокус. И люди успешные, они постоянно думали об этом. Как сделать так, чтобы у меня эта цель была достижима, чтобы у меня это получилось. И давайте я хочу с вами провести такой тест. Ручки, срадки под рукой. Все, давайте. Так, буду задавать вопросы, а вот быстренько, смотрите, называться будет так. Измеряем свою позитивность. Кто как мыслит, кто как позитивный. Только нужно отвечать на вопросы быстро. Я вам скажу балловую систему, сколько баллов, за что мы даем. Пишите, всегда или почти всегда, если вы отвечаете, всегда или почти всегда, пятерки ставите. Часто ставите четверки, я не буду повторять, только быстро, активно давайте. Иногда это тройка, редко это два, и никогда это единица. Теперь отвечайте честно. Вы сами себе отвечаете. Вы не для нас отвечаете, да? Отвечаем это все записываем в письменной форме. Ребят, пока вопросов нет. Мы с вами как отвечаем? Всегда или почти всегда даем пятерку. Если часто, даем четверку. Если иногда даем тройку, если редко даем двойку, если никогда даем единицу себе. И все потом подсчитываем. Написали? Да. Так, отвечаем честно. Теперь слушайте внимательно. Когда в силу какой-то неожиданной ситуации вы вынуждены изменить свои планы, тогда вы быстро находите свое преимущество в этой ситуации? Вопрос. Ответили? Когда все, говорите все. Когда в силу какой-то неожиданной ситуации вы вынуждены изменить свои планы, вы быстро находите свои преимущества в этой ситуации? Ответили? Все дальше. Вам нравится большинство людей, с кем вы встречаетесь в жизни? Вам нравится большинство людей, с кем вы встречаетесь в жизни? Когда вы думаете о следующем годе, 2018 годе, вы думаете, каким он у вас будет? Вы часто останавливаетесь, чтобы наблюдать и насладиться красотой окружающего вас мира. Третье. Третье. Это когда вы думаете о 2018 годе, как вы о нем думаете? Так, ребята, дальше пошли, да? Дальше. Оперативность. Здесь важно время, быстро, да? Когда кто-то находит какой-то дефект в вас, в том, что вы сделали, то, что вы видите, разницу между конструктивной критикой или необоснованным обменением, можете не обращать внимания на последствия? Поняли, да, вопрос? Нет. Когда вас, давайте проще скажем, кто-то вас со стороны критикует, вас очень сильно это волнует? Нет, я понимаю, что могу. Так, дальше. Делайте комплименты своему партнеру и другу чаще, чем критикуете. Вопрос. Это все вопросы. Думаете, что человечество будет процветать в 21 веке или не процветать? Вы удивительны. Вы удивлены, когда ваш друг заставляет вас упасть духом. Как вы это воспринимаете? Вы считаете себя счастливым человеком? Вы чувствуете себя хорошо, когда над вами подчушивают? Подчучивают. Чуете? Подчучивают? Да. Вы думаете, что ваш образ мышления позитивно отражается на ваше здоровье? Успеваете, да? Нет, нет, нет. Вам вопросы не нужно записывать. Поняли? Ответы. Когда вы думаете о прошлом месяце, то сначала вспоминайте успехи, а потом неудачи? Или наоборот? Сейчас почитайте свои баллы, а я скажу ответ. Сколько вам нужно? Хватит 10 секунд? С математикой кто дружит? Давайте. Последний вопрос. Когда вы думаете о прошлом месяце, вы вначале вспоминаете успехи или неудачи? 53. Сколько? 53? Вопросов сколько было? Вопросов так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, три, десять, одиннадцать, двенадцать, двадцать, 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 двадцать вопросов. Так, дорогие мои, вы отвечаете для себя честно. Так, ответы. Все готовы? Да. Оперативные, молодцы. Больше 55. Вы позитивный человек. Имеете силу, чтобы преодолеть юбор. 50 и 55. Отлично. Вы позитивно мыслящий человек. 45 и 50. Хорошо. Вы иногда позволяете себе думать позитивно. Иногда. 40 и 45. Никак. Ваши позитивные и негативные мысли находятся в полном балансе. 50 на 50. Работа здесь над чем? Ниже 40 полнейший пессимизм. Может, стоит задуматься, как можно иначе изменить этот мир? Вам понравилось? Да. Так, еще. Правда, слайда нету, дорогие мои. Что нужно делать, чтобы мыслить позитивно? Нам нужно просто начать мыслить позитивно. Что нужно делать, чтобы наша жизнь начала просто меняться? Нам нужно просто встать, начать и делать. И еще хочу сказать слова, очень понравилось. Ты находишься там, где твои мысли, убедись, что твои мысли там, где ты хочешь быть. А где мы хотим быть? Казачьи! Еще раз. Вот это да, позитивное мышление. Продолжение будет. Следите. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...